Уверен, многие видели обычную черепаху, но бывают и не совсем обычные, а просто огромные. Например, зеленая морская черепаха может достигать веса в 500 килограмм, в природе живет около 80 лет. А вот в Таиланде под охраной центра при королевском флоте и того дольше 100-120 лет. Так вот, доставили в этот центр 26 таких черепах, одна из зоопарков провинции Чунбури. Его на ремонт закрыли и заметили работники центра, что одна какая-то не такая, вялая, плохо ест и плавает очень медленно с большим креном на правую сторону. А этой черепахе было всего-то 25 лет, еще так сказать подросток, жить-дожить. Решили провести обследование. Вес черепахи оказался 59 килограмм, приблизительно норма, а вот томография ввела всех в ступор. Она показала большой инородный металлический объект. Но что это? Как? Черепаха-то жила в пруду в зоопарке, решили срочно делать операцию. Ее проводило 5 хирургов и длилась она только, представьте, 7 часов. В итоге из желудка пациента достали больше 5 килограмм разных монет и 2 рыболовных крючка. Также были неопознанные предметы. Общее число мелочи было 915 монет разных стран. А если перевести в деньги по курсу, то это было чуток больше 500 долларов. После такой находки черепаху назвали ом-син, что означает копилка. Но понятно возникает логичный вопрос, как и зачем? Все просто, черепаха думала, что это еда. А туристы бросали монеты, чтобы опять вернуться на отдых. Но были там и местные монеты. Люди верят, что если бросить в пруд или бассейн с черепахой монету, то это продлит им жизнь, по той причине, что черепахи-то долго живут. Операция прошла успешно. Ветеринары уже делали прогнозы и все такое. Но через 15 дней ом-син стала хуже и она умерла. Причина смерти – заражение крови. Хирурги сразу сказали, что они ни при чем. Просто желудок был настолько воспален, что инфекция с него попала в кровь. Жалко. Хотя, как всегда, уверен, найдутся сухари, которые напишут, что им все равно, им по барабану. Желаю вам, друзья, чтобы в вашей жизни рядом с вами были только те люди, которым не все равно. И не чуждо им все человеческое, а не просто производители углекислого газа и какаш. Да, хотел сказать спасибо Роману Егорову. До новых встреч на канале. Пока-пока. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин